Достоин личности сейчас на стройке, так что придется слушать меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кто так хочет, читай. Брахмар панам брахмахавир. Брахмагнау брахманахутам. Брахмайватена гантавям. Брахмахармахавир. Брахмар панам брахмахавир. Брахмагнау брахманахутам. Брахмайватена гантавям. Брахмакармахавир. Брахмакармахавир. Перевод пословный. Брахма. Брахма. Духовное по природе. Арпанам. Подношение. Подношение. Брахма. Брахма. Всевышний. Халих. Масло. Брахма. Брахма. Духовное. Агнал. В огне жертвоприношения. Брахмана. Вечной душой. Утам. Принесенное в жертву. Брахма. Духовное царство. Эва. Непременно. Тена. Им. Гантавям. То, которого необходимо достичь. Брахма. Брахма. Духовное. Духовное. Карма. Деятельность. Деятельность. Самадхина. Самадхина. С полной поглощенностью. С полной поглощенностью. Перевод. Человек, целиком погруженный в мысли обо мне, непременно достигнет духовного царства, чтобы он полностью отдает себя духовной деятельности, в которой и жертвенная вонь, и все, что приносится в жертву, обладает одной и той же духовной природой Абсолюта. Человек, целиком погруженный в мысли обо мне, непременно достигнет духовного царства, ибо он полностью отдает себя духовной деятельности, в которой и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву, обладает одной и той же духовной природой, природой Абсолюта. В этом стихе говорится о том, как деятельность сознания Кришны приводит человека к духовному совершенству. Есть много разных видов деятельности в сознании Кришны, и все они будут описаны в следующих стихах. Здесь же сформулирован сам принцип деятельности в сознании Кришны. Обусловленная душа, скверненная соприкосновением с материей, вынуждена действовать в материальном мире. Однако ей необходимо вырваться из материального плена. Это можно сделать с помощью метода сознания Кришны. Больного, у которого расстроился желудок от чрезмерного употребления молока, можно вылечить другим молочным продуктом – простокваши. Подобно этому, обусловленную душу, поглощенную материальной деятельностью, можно исцелить, заняв деятельностью в сознании Кришны, описанной в Бхагаватгите. Этот метод обычно называют ягей, жертвоприношением, то есть деятельностью, единственная цель которой – удовлетворение Вишну или Кришны. Чем более живых существ в материальном мире будет действовать в сознании Кришны, то есть только ради удовлетворения Вишну, тем более духовной станет атмосфера этого мира, благодаря полной погруженности людей в сознание Кришны. Слово Брахма, Брахман, значит духовный. Господь духовен по природе, поэтому лучи, исходящие от его трансцендентного тела называют Брахма-джоти, его духовным сиянием. Все сущее покоится в Брахма-джоти, но когда этот джоти покрыто иллюзией Майи или желанием чувственных удовольствий, его называют материальным. Этот материальный покров можно сбросить, воспользовавшись методом сознания Кришны. Все, что приносится на огонь сознание Кришны, сам жертвенный огонь или тот, кто принимает подношения, процесс принятия, человек совершающий подношения, а также конечный результат, все это вместе взято является Брахманом или абсолютной истиной. Абсолютную истину, покрытую Майей, называют материей. Но материя, используемая в служении изначальной абсолютной истины, превращается в свое исходное духовное состояние. Сознание Кришны – это метод, позволяющий преобразовать иллюзорное сознание в Брахман, абсолют. Когда ум полностью погружен в сознание Кришны, он находится в состоянии транса, самахи. Любое действие, совершенное в этом духовном сознании, называют ями, животоприношением абсолюта. Благодаря духовному сознанию, жертвователь, подношение, принятие жертвенного дара, жрец или тот, кто непосредственно совершал жертвоприношение, а также конечный результат жертвоприношения, все становится тождественным абсолюту – Верховному Брахману. В этом суть метода сознания Кришны. Продолжение следует... ... Это прекрасный стих из Бхагавадгиты. Бхагавадгита вся состоит из прекрасных стихов. Это один из них, в котором Кришна описывает, как же нам превратить нашу жизнь из материальной в духовную. Иногда люди думают, что это разные вещи, материальные и духовные энергии. Что-то смешное. Но на самом деле мы должны понимать эти энергии. Может для нас это кажется разницей. Есть духовная энергия, есть материальная. Именно это называется немножко невежество. Именно по этой причине мы разделяем нашу жизнь. То есть мы думаем, что здесь я должен заниматься материальной деятельностью, здесь я должен заниматься духовной деятельностью. Но задумайтесь над тем, мы повторяем все время сознание Кришны, сознание Кришны. Что означает сознание Кришны? Сознание Кришны это означает, что мы знаем и осознаем не то, что мы знаем, а то, что знает Кришна, сознание Кришны, то есть мы должны научиться смотреть на мир так же, как смотрит на него Господь. А для Господа нет разделения на энергию, он духовен и он источник всех энергий, для него изначально все энергии духовные. Но так как энергия, как здесь говорил Жила Прабхупада в комментарии, брахман, сияние Верховной Личности Господа, покрыта материальными желаниями, интересно, и чьи же это материальные желания? Не Господа же, конечно, Господь не наслаждается в этом материальном мире. То есть этот брахман, то есть мы сами являемся частичкой брахмана, частичкой Господа, и мы покрыты материальными желаниями, нашими материальными желаниями. Поэтому для нас эта духовная энергия Господа, она становится материальной. И поскольку энергия Господа, она является энергией Господа, а не нашей, мы лишь частички, по этой причине мы попадаем в ее власть. Тем мы и отличаемся от Господа, что Господь, Он никогда не попадает под власть материальных желаний, тем более у Него их нет. И тем более, с какой радостью Он должен попадать под власть наших материальных желаний. Наши материальные желания, они властвуют над нами. Поэтому Господь, Он над материальной энергией, над энергией, а мы подчиняемся Ей. В этом разница между нами и Господом. Иногда мы думаем, что Он их из-за своей жизни, но Бхагавадгита говорит, что живое существо, оно думает, что оно совершает действия. Но на самом деле все действия совершаются гунами материальной природы. Что это значит? Это не так просто понять. Но если немножко почитать Бхагавадгиту, а еще лучше заняться практикой сознания Кришны, то со временем приходит понимание, что действительно мы можем желать, но одни наши желания исполняются, а другие нет. То есть какой-то механизм, он иногда срабатывает, а иногда не срабатывает. Иногда мы прикладываем все усилия, чтобы исполнить какие-то свои желания, и ничего не происходит. Иногда мы не прикладываем никаких усилий, и все происходит, как мы хотели, правильно? Или происходит наоборот. И если мы в правильном умоностроении, что означает быть правильным умоностроением? Правильным умоностроением означает немножко отодвинуться в сторону от того, что мы делаем, не считая себя действующим, и понаблюдать со стороны все же, что происходит. Мы увидим, что мы желаем, мы желаем, мы пытаемся здесь совершать какие-то действия, но все делает материальная энергия. Все делает материальная энергия. То есть механизм запускается и действует по своему плану, то есть по плану Господа, иными словами, не по нашему. Иногда это совпадает с нашими планами, тогда, если мы материалистичны, мы считаем себя великими, мы считаем, что мы двигаем материи, двигаем законами природы. Вот это укрепляет наше ложное эго. На самом деле демоны, все, что происходит с ними хорошее, они считают как плоды их деятельности. Если что-то происходит плохое, они считают это случайностью, досадной случайностью. Так думают демоны. Поэтому мы должны хорошо покопаться в себе и подумать, есть ли у нас частичка такого мышления. И здесь Кришна, Он говорит, что делать, чтобы трансформировать нашу материальную жизнь в духовную. Он говорит здесь о жертвоприношении. Жертвоприношения бывают разные для разных эпох, существуют разные жертвоприношения. В Сатте-югу, например, жертвоприношением была медитация. Трансцендентная медитация, когда человек, он следовал принципам аштанга йоги, восьмиступенчатой йоги, он совершал, сначала он укращал свое тело, потом ум-разум, подчинял себе. Потом он доходил до состояния Самадхи, где погружался в мысли Верховной Личности Бога. Но для этого некоторым мудрецам нужно было 60 тысяч лет. То есть такое жертвоприношение было в Сатте-югу. Потом была Трета-юга, где жертвоприношение было поклонением в храмах. Люди тогда жили 10 тысяч лет. Чтобы достичь плодового поклонения Господу в храме, надо было такая длинная жизнь, 10 тысяч лет. Потом было два пара юга, где поклонением Господу через совершение огненных жертвоприношений, через огнеход. И тогда люди жили тысячу лет. То есть тысячу лет, совершая такие жертвоприношения, можно было достичь какого-то совершенства. Сейчас же Кали-юга, и люди живут очень мало. Кроме того, в прошлой юге не было интернета, не было телевидения, не было ничего, что забирают так сильно наше внимание. Не было этих ученых с их лабораториями, которые разрабатывают ядерные бомбы и бросают их потом на людей. Не было самолетов, вертолетов, не было курортов в Египте и всего остального. Поэтому люди, даже в то время, когда они жили тысячу, 10 тысяч лет, 100 тысяч лет, у них было возможности больше потратить свое время на духовную практику. Сейчас мы живем несчастных 70-80 тысяч лет в среднем. Это в лучшем случае, на самом деле. В лучшем случае, потому что многие живут и меньше. И кучу времени мы тратим на сон, кучу времени мы тратим на еду. А так еще, если подумать, сейчас Кали-юга. И в Кали-югу говорится, что прокормить или позаботиться о семье сложнее, чем в прошлые века о царстве в целом. О целом царстве. Представьте себе, сейчас сложнее обеспечить семью, чем раньше царь мог обеспечить целое царство. Так говорится в Писании. Поэтому мы, кроме того и всего прочего, многие из нас тратят очень много времени на то, чтобы просто заработать себе на пропитании. Так ведь или нет? Очень многие люди, они просто с утра до вечера работают за еду. И что же делать с духовной практикой? Как же нам достичь? И на самом деле это называется упадок религии. Это упадок религии. Потому что Бхагавадгита – это азбука духовной жизни. И в ней описывается очень много знаний. То есть наука про душу. Как выполнять свои обязанности. Как достичь совершенства. И когда человек берет Бхагавадгиту, он читает, ему все нравится. На самом деле очень многие люди читали Бхагавадгиту. Лев Николаевич Толстой читал. Альберт Эйнштейн читал. Брюс Ли читал. Все читали. Но если мы посмотрим на их жизнь, никто из них не стал реально преданным. Почему? В этом есть причина. То есть стоит стена. Есть стена между тем прекрасным знанием, которое дается в Бхагавадгите, и между теми условиями жизни, в которых мы живем. И мы знаем, что в самой Бхагавадгите говорится, Господь говорит, что когда религия приходит в упадок, и воцаряются принципы безбожьи, я сам прихожу на землю, чтобы восстановить эти принципы религии. Это Господь говорит в Бхагавадгите. И 500 лет назад Господь пришел к Шичайтане Махапрабху и сделал возможным нам практиковать сознание Кришны, следовать принципам Бхагавадгиты. На самом деле, в Бхагавадгите описывается очень много тем, и одна из них — это Варнаша Мадхарма. И это хорошая тема, потому что люди все действуют в материальном мире, но Варнаша Мадхарма побуждает человека всю свою деятельность посвящать Господу. Но в наш век, в Кальюбе, особенно на Западе, души настолько погрязли в материи, что даже после многих лет духовной практики они так и не могут понять, какая их варна, как им действовать. Так и не могут понять. То есть применить эти принципы очень тяжело. Очень тяжело. Нужно очень сильное очищение. И Господь Чайтанем явился, Верховная Личность Бога явился как Господь Чайтанем Махапрабху, чтобы дать им возможность приблизиться к следованию принципам преданного служения через повторение Святого Иени Господа. Однажды Господь Чайтанем Махапрабху встретился с Романом Дайраем. Это была такая игра. Мы знаем, что если мы проанализируем свою жизнь, кроме того, что нас нагибает материальная природа, мы тоже в основном играем. Нам хочется в семью, поиграть в семью, нам хочется поиграть в дочки матери, мы заводим детей. Но такая игра почему-то превращается потом в какие-то непонятные последствия, которые мы совсем же не хотели. Правда? Но природа такова, что духовная душа, она по природе такая же, как и Господь. И хочет по природе своей, она вечно исполнена знания и желает быть в блаженстве, в наслаждении. И разница в том, что Господь может быть постоянно в этом блаженстве, а мы нет. Точнее, мы тоже можем, если мы с Господом. Но если мы без Господа, то это качество становится для нас недоступным. И Господь Чайтанем в беседе с Романом Дайраем, он ему начал задавать вопросы. Что сейчас в Калиюгу действует? И Романом Дайраем начал приводить разные стихи из Багавадгиты. Например, как этот, из Багавадгиты 9.27. «Яд кароши, яд ашнася, яд жухоши дадаси, яд тапасяся каунты, яд мад курушвам, тат курушвам мадарпан». Что бы ты ни делал, судя этого стиха в том, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни принимал или отдавал, такие бы аскезы ты не совершал, делай это по Сынкунте, как по отношению мне. Вроде бы все правильно. Он сказал, если мы почитаем, мы это примем, это метод достижения сознания Кришны, но попробуйте это осуществить. Господь Читания сказал, это невозможно. То есть это постепенные методы, то есть можно этому принципу следовать, но очень много времени уйдет на то, чтобы достичь какого бы то ни было духовного прогресса. Потом Роман Адарайан приводил самые разные методы, самые разные методы достижения духовного совершенства, так как, например, из Бавадиты и Сарва Дарман Паритича, Мамакам Шарана Ураджа, где Кришна говорит, что просто оставь все виды религии и предайся мне. Я освобожу тебя от всех грехов, которые ты совершил. Не страшись ничего. И очень красивый стих, очень классный стих. Вроде бы все так просто, просто возьми и предайся. А когда доходит до дела, мы не можем предаться. Мы не можем предаться по той причине, что у нас нету знания Господа. Нету позитивного знания, которое должно быть для того, чтобы предаться. То есть мы не знаем, кому и как предаваться. Тогда Раман Андарай приводит также стих Брахмабута Прасанатна, на Шочите, на Кангшите. То есть где он говорит о том, что человеку нужно достичь Брахмабуты, то есть уровня осознания Брахмана. И Господь, и тогда он становится на Шочите, на Кангшите. Он ни о чем не скорбит и ничего не желает. И в таком состоянии он начинает служить Господу. И Господь Читания, он также отверг и это, как внешне, как то, что недостижимо. И тогда вдохновляемый самим Господом Читания, Раман Андарай, он сказал такой стих «Джанэ праяса мудапася наманта эва, дживань ти сам мухаритам бавадия вар, там станэ слитам шутигатам, тамуван манобгир, е праясо джитам джитам пьяситай стрелокьям». Мой дорогой Господь, человек должен отбросить, всемонистические спекуляции и стремление культивировать знания. Он должен начать свою духовную жизнь в преданном служении, услышав о деяниях Господа, от достигшего самореализации преданного Господа. Если человек культивирует свою духовную жизнь, придерживаясь этих принципов и не отступает от честного пути в своей жизни, то хотя ты и не победим, этим методом он завоевывает тебя. И Господь Читания принял это. То есть люди очень часто себе придумывают какие-то очень сложные методы духовного развития, следуют им, и, конечно же, они разочаровываются. От этого разочарования у них уходит вера, и они в результате вообще не верят ни во что. Но здесь Господь Читания он дает один такой очень легкий метод. То есть достаточно, он говорит, что достаточно. Достаточно того, чтобы человек не отходил от честного пути в своей жизни. Честный путь, мы знаем, что такое правда. Правда – это гунна благости. Мы должны развивать гунну благости. И также мы должны слушать о Господе, от осознавших себя душ. Вот этот метод очень важен. Тогда мы развиваем, мы узнаем о Господе все больше и больше, и мы развиваем к Нему естественную привязанность. Давайте проанализируем этот стих, насколько он действенен. Мы сейчас испытываем, каждый из нас испытывает привязанность к каким-то людям. У нас есть любимые люди, есть дети, есть мужья или жены, родители. Заметьте, что мы привязываемся к ним. Точнее, даже, может быть, не к ним, потому что мы их не знаем как душу. Мы не знаем, кто они в духовном мире. Что это за душа? Мы не видим, кто это. Мы видим только тело. Тело, оно состоит из кожи. Из кожи, наполненной костями и так дальше. Какой-то плотью. Но, тем не менее, какие-то духовные качества проявляются через это тело. Какая-то доброта, какая-то любовь и так далее. И мы, эти качества, они проявляются, считается, что духовная душа в материальном мире она спит. И даже в этом сне, таком, трансцендентном, да, в материальном сне, на самом деле. То есть, духовная она спит, но материальная она как бы действует. Но проявляет какие-то качества души. Мы привязываемся. Мы привязываемся к этому общению. Хотя мы ничего практически не знаем об этих людях. Когда мы не знаем, кто они, как души, кто они. Мы привязываемся к ним и любим их. И поэтому, даже когда один из людей пришел к какому-то из духовных вчителей, не помню, к кому, и он сказал, могу ли я полюбить Бога? Он говорит, а ты любил кого-то в этом мире? Нет. Тогда иди и полюби кого-то. Пойди и полюби кого-то, чтобы ты узнал, что такое любовь. Тогда ты будешь понимать, как можно полюбить Бога. То есть, как мы любим людей? Мы сначала можем привязаться к какой-то внешности. Да, какие-то... То есть, что такое внешность? Это форма. Это форма. Та же форма, которую мы можем узнать, повторяя Святое Имя. Мы можем увидеть форму Господа. Она может нам проявиться. Мы можем привязаться сначала к внешности, потом к качествам. Да. Потом к действиям, как человек действует. Мы можем развить таким образом привязанность к человеку. Так и происходит. Подумайте сами. Мы именно через эти все стадии проходили. И точно так же происходит и с Господом. Откуда же мы можем узнать, какой Господь? У нас нет глаз для того, чтобы увидеть Господа. Мы ограничены глазами этого материального тела, которое предназначено для того, чтобы видеть днем и не видеть ночью. Мы ночью должны спать, а днем мы действуем. И то, что уготовано человеку для действий, то он и видит. Все, больше он не видит ничего. Например, у животных, есть животные, у которых другая совсем деятельность, у них и зрение другое, материальное. Оно в чем-то видит что-то, то, что не видим мы, и не видит то, что мы видим. Например, коты, они видят какие-то тонкие тела, мы их не видим, потому что мы с ними не взаимодействуем. Орел, он имеет очень такой тонкий взор, он может с большой высоты рассмотреть маленькую мышку и броситься на нее. Вот мы этого сделать не можем. Мы иногда одеваем очки, чтобы рассмотреть, что же там написано, какие же там стих, что там написано. Мы даже не можем прочитать задних бедов стих. Баудиты, да? Урла лучше зрения, чем у нас. Но тем не менее, мы не видим Господа. Господь духовен. Кроме того, почему мы не видим Господа? Потому что мы захотели быть в таком положении, чтобы Господь не проявлялся. Мы захотели сами побыть немножко Богом, поуправлять материей, почувствовать себя хозяином. Господь по Своей милости дает нам возможность, Он создает для нас целый этот материальный мир, селит нас сюда, дает нам тело, мы действуем, Он сам прячется, Он дает нам возможность почувствовать, что мы чем-то здесь владеем, он хотя все принадлежит ему, Он остается, Он был и будет хозяином всего, что есть. Но Он по Своей милости, так как мы Его дети хотим таким образом поиграть, Он нам дает возможность почувствовать, что это что-то здесь принадлежит нам, и мы чем-то здесь управляем. Побыть Богом, да? Это подобно тому, как ребенок, он идет в какой-нибудь парк аттракционов, да? И хотя он еще маленький, он играет в морской бой. Ему кажется, что он управляет такой мощной, огромной подводной лодкой, он пускает ракеты, но на самом деле ему никто не даст пускать ракеты, у него нет квалификации. Точно так же и здесь мы чувствуем, Господь нам дает, как родитель, да, как отец, дает нам почувствовать, нам, Его детям, что мы здесь, мы сами Бог, мы Бог, мы тут управляем миром, да? Даже он, если мы с материальными желаниями будем поклоняться Ему, повторять Харе Кришна с материальными желаниями, то Он может дать нам тело даже полубога на райских планетах, где мы действительно будем управлять стихиями. Мы будем управлять, вот как Господь Индра, Он управляет, там, дождем, например, да? Он отвечает за то, чтобы росли какие-то растения, там, чтобы дождь приносил воду, тучи приносили воду и так далее. очень много функций исполняют, то есть реально их называют полубоги, полубог, потому что Он управляет целыми стихиями. То есть у нас это, мы можем это развить. И Господь Чайтаня, Он пришел избавить нас от этой иллюзии, помочь нам прийти к такой квалификации, чтобы мы, наконец, могли следовать принципам Парвары. И что происходит, когда мы слушаем священные писания, такие как Шиман-Багвата, мы знаем, что 90 с лишним процентов едиических писаний, они созданы для материалистов, где описываются разные виды религиозной, материалистической, религиозной деятельности, то есть деятельности ради материальных плодов, но правильным, правильным образом, чтобы человек постепенно очищался. И лишь небольшой процент описывает духовную деятельность, а из этого процента небольшого, который описывает духовную деятельность, очень мало информации о самой Верховной Личности Бога. Но эта информация есть сейчас. Она как раз доступна в Калию. Мы можем не найти те разделы вед, которые отвечают за разные материалистические жертвоприношения. Но что касается описания качеств Верховной Личности Бога, мы их найдем в Шиман-Багвату. Также есть другие писания, такие как Чайтани Чаритамрита, которые уже описывают события, которые произошли 500 лет назад, когда Господь Чайтани пришел на эту землю. Поэтому и этот Шиман-Багвата, он также был бы нам недоступен, если бы не произошло то, что Шила Прабхупада перевел и прокомментировал нам эти тексты священные. И теперь они доступны и нам. То есть, если мы берем в руки Шиман-Багвата, мы читаем о Господе, изучаем. То есть, это чтение приравнивается к слушанию. Мы читаем о Господе, и в своем уме мы слышим истории о Его качествах, о Его играх, какой Он, о Его внешности, о Его форме. И мы постепенно сопоставляем Его качества с тем, что мы видим здесь, в материальном мире. И постепенно у нас, поскольку Господь, Он прекрасен, Он вечен, и с Ним душа имеет вечные отношения, мы постепенно начинаем развивать к Нему любовь. Но если мы, здесь говорится в этом стихе, есть такое слово «услышав о деяниях», Он должен начать свою духовную жизнь в предослужении, услышав о деяниях. То есть, сначала мы слушаем о деяниях, и когда мы услышали о деяниях Верховной Личности Бога, мы начинаем служить Ему. Что происходит? То есть, услышав о деяниях, мы понимаем, насколько прекрасен Кришна. И когда мы понимаем, насколько прекрасен Кришна, у нас появляется мотив. Давай я сделаю что-то для Него. Не для себя попрошу у Него что-нибудь такое. Облегчи мне жизнь, дай мне денег. Пошли мне классную жену или мужа. Пошли мне хорошую машину или квартиру. Измени мою жизненную ситуацию. Пошли мне хорошую работу. То есть, мы хотим что-то для меня. Если мы возьмем материальный мир, здесь миллионы людей, миллионы людей молятся Богу с этими мыслями. Их не интересует Бог. Их интересует только, чтобы Бог служил им. Исполнял их нежелания. И также еще они обращаются к Богу из страха. Но хотим ли мы, чтобы наши дети обращались к нам из страха? Подумайте. Или хотим ли мы, чтобы Бог, чтобы наши дети обращались к нам только тогда, когда им что-то нужно? Будем ли мы удовлетворены этими отношениями? То есть, будем ли мы по-настоящему поддерживать эти отношения с нашими же детьми? Ну и не будем. Господь, на самом деле, мы живем, мы созданы по Его образу и подобию. И Господь, Он действует так же. Но когда человек слышит от Его деяния, понимая, какой Господь, и Он тогда обращается к служению Верховному Господу, для того, чтобы сделать что-то хорошее для Бога, отдать Богу, тогда Господь проявляет Себя. Именно в этом случае, когда мы действуем с такими мотивами, Господь может открыть Себя нам. Вот поэтому вот этот метод слушания о Господе в Кали-Югу, Он самый действенный. И даже этот метод мы не можем практиковать, если мы не повторяем Святое Имя. С почитанием первым принципом Он сказал нам, что самым важным, самой важной деятельностью для каждого живого существа есть повторение Святое Имя. Святое Имя в наш век, и не только в наш, вообще по своей природе Святое Имя, оно не отлично от самого Господа. Господь наделил Святое Имя всеми теми качествами, которые обладает Он Сам. Поэтому Святое Имя, оно не отлично от Господа. Говорится, что если человек повторяет Святое Имя, то через какое-то время, есть условия, надо чисто повторять. Есть разные виды повторения Святого Имени. Но если он повторяет чисто, то через какое-то время к нему приходит понимание формы Господа. В Святом Имени проявляется форма Господа. Вот намок. Если человек видит форму Господа, естественно, он привлекается. Есть много таких описаний, как, например, Друва Махараджа, маленький мальчик. Он совершал аскезы, чтобы получить от Господа царство. Он совершал аскезы. Он, наверное, дому не научил. И когда он увидел Господа, просто его форму, он просто потерял сознание. То есть у нас есть материальное тело, и мы хотим счастья. Но общение с Господом, даже то, что мы его просто увидим, просто увидим, оно дает настолько сильное удовлетворение душе, настолько полное счастье, что это тело не выдерживает. Это тело не предназначено для того счастья, которое дает общение с Господом. То есть эта форма проявляется при повторении святого имени. То есть Рупа, Кнама, Рупа. И после того, как проявляется форма, проявляется гуна, качество Господа. Реально Господь, от нам приходит осознание, понимание, Господь нам открывает свои качества. Не надо думать, что это какой-то спорт. Что мы повторяем святое имя, и через какое-то время, вот подробно тому, как мы можем накачать свои мышцы, у нас откроется. То есть откроется какой-то шлюз в голове, у него потечет вода, вместе с этой водой, ну то есть это как спорт. Нет, на самом деле мы должны не упускать из виду, вот эти мысли, они появляются только тогда, когда мы продолжаем думать, что мы являемся Богом. Мы являемся Богом. И что мы можем каким-то механизмом достичь просветления. Но на самом деле Богом является Кришна. И Он руководит полностью этой материальной мере. Все, что мы можем сделать, повторяя святое имя, это искренне обращаться к Нему. Искренне просить Его о том, чтобы Он пролил на нас Свою милость. Тогда Господь, когда Он видит наше искреннее желание достичь Его, не получить что-то от Него, потому что если мы хотим получить что-то от Него, Он как настоящий отец, Он нам даст это. Он не даст себя. Он не даст себя. Мы получим материальные блага. Мы будем повторять святое имя с материальными желаниями, мы получим материальные блага. Мы можем получить, что является настоящими материальными благами. Джанма, рождение, богатство, внешность прекрасная, образование. Это является такими четырьмя самыми лучшими материальными благами. Но вместе с этой джанмой, внешностью, материальным процветанием и образованием к нам придет мритю, смерть, старость, джара. То есть то, что мы получаем, когда мы обращаемся к Господу с материальными желаниями. И не придет Господь. Мы не получим счастья. Представьте себе, что мы настолько глупы, что мы всю жизнь пытаемся получать счастье через тело, которое состоит из слизи и костей. Мы пытаемся наслаждаться вот этим, вот этим, которое оно не может дать нам счастья. Оно временно. Связи этого тела, а не временно. Но одно лишь, один раз лишь увидим Господа, мы никогда не сможем забыть его. Поэтому мы должны, если мы хотим духовно продвигаться, то мы должны повторять Святое Имя. И, конечно же, когда мы повторяем Святое Имя, если мы начнем повторять Святое Имя, будут возникать препятствия. Препятствия, они предназначены для того, чтобы очистить нас. Человек Прабхупада в комментарии к одному истиховшим Абхагатам он говорит, что как только человек становится на путь повторения Святого Имени, Кришна сразу же дает ему свою защиту. Сразу же. Он получает защиту сразу. То есть не надо думать, что мы должны как-то быть очень продвинуты для того, чтобы получить защиту Кришны. Нет, Кришна дает защиту сразу. Разница лишь в том, как это воспринимает неофит человек, который имеет какой-то духовный опыт. Человек, который только столкнулся с духовной жизнью, когда приходят трудности. У духовной жизни нет трудностей. Но поскольку мы живем материальной жизнью, к нам приходят трудности, связанные с нашей материальной жизнью. И поскольку человек неофит, он приходит к Господу с материальными желаниями, он еще... Что означает материальные желания? Откуда они возникают? Материальные желания у нас сохраняются до тех пор, пока мы надеемся еще на то, что этот материальный мир может дать нам счастье. Пока мы пребываем в иллюзии, что мы можем жить вечно в этом материальном мире. Что этот материальный мир, он может сделать нас счастливыми. Поэтому до тех пор у человека будет главным его материальная жизнь. И когда Кришна посылает нам какие-то трудности или материальные проблемы, для того, чтобы очистить нас, мы бросаем духовную жизнь и бежим решать свои материальные проблемы. И от многих преданных можно услышать, сначала я устрою свою материальную жизнь, пусть у меня все будет хорошо в материальной жизни. И потом, когда у меня будет все хорошо в материальной жизни, я займусь своей духовной жизнью. Даже в нашей ядре есть много преданных, которые по 20 лет знакомы с сознанием Кришны. И они сейчас в таком явном, если им задашь вопрос, он прямо ответит. Я сейчас решу свои материальные проблемы, потом и приду, и буду серьезно заниматься духовной практикой. И мы видим, 20 лет он решает свои материальные проблемы. И он по-прежнему их решает. Но это для неофитов, для тех, кто находится на начальном духовном уровне, то есть он только начинает. Материальные проблемы – это самое важное. Но на самом деле, нас просто, как говорится, в народе жареных петухи, что они крынули. На самом деле, вот если пообщаться сейчас, то есть, иными словами, у нас нет трезвого восприятия того мира, в котором мы живем. У нас его нет. И на самом деле, прошипить вот эту иллюзию очень сложно. Я иногда общаюсь с пленами, которые живут там, за зоной боевых действий. Недавно Кришна Татва Прабуа написал, я ему пишу, как-то там. Он говорит, ну сейчас уже лучше. Я говорю, лучше, чем... Чем... Что? Лучше, чем когда. Он говорит, ну лучше, чем когда грады над головой летали. Сейчас уже лучше. Сейчас не летают, уже лучше. Я говорю, ну и как святое имя? Он говорит, когда грады летают над головой, просто льется. Просто льется. То есть, льется святое имя почему? Потому что они понимают, что сейчас может в любой момент шарахнуть и все. Никаких надежд на родных, на деньги, которые может есть, может нет, на дом, в котором ты сидишь, на транспорт, на все, что хочешь, на связи. Никаких надежд. Потому что пуля дура, да? Пуля дура. Она попадает, ей все равно, кто ты, какие у тебя связи, какие у тебя планы и желания. Вот это трезвость жизни. Беда в том, что у нас не хватает разума, чтобы быть трезвыми, когда все материально хорошо. У нас сейчас более-менее все хорошо. Мирная жизнь. Ничего не летает. А где-то там летает. А там дурачует, там дерется. А у меня все хорошо. Но я вот иногда слежу за новостями и смотрю такую статистику. В зоне АТО сегодня погибло два человека. На дорогах Украины погибло 30 человек. Понимаете? То есть даже не война, даже не война, а такие случаи...